Всем доброго времени суток! На связи с вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я хотела бы ознакомить вас с методом заработка в интернете от Михаила Савченко с помощью финансовой программной утилиты Macros 6.1. Зарабатывать, как нам обещает Михаил, мы сможем от 450 долларов в сутки, либо же от 27 тысяч рублей. Программа работает в автоматическом режиме, совершенно не требует особо каких-то ваших действий, не нагружает ваш компьютер и связана она с заработком на Форексе. Как говорит Михаил, то данная утилита собирает неучтенную комиссию, которая не входит в поле зрения дилингового центра, и данная программа является абсолютно законной и бесплатной. Единственное, за что нам нужно заплатить, это за обновление утилиты до версии 6.1. Это стоит 250 рублей. С сайтом и с отзывами, с видео. Михаила можете ознакомиться самостоятельно. Я не буду тратить время. Нажму обновить и скачать Macros 6.1. Сразу же попадаю на страницу оплаты. Данный сайт продвигается на сервисе QWERTY PAY. Автором сайта выступает Михаил. Вот сам товар на самом сайте QWERTY PAY. У автора есть другие продукты. Как мы видим, у него очень много других сайтов. Здесь целые три страницы. На некоторые из них мы уже делали обзоры, например, как на вот этот. И, к сожалению, предыдущие методы оказались не совсем рабочими. Надеюсь, в этом случае все будет по-другому. Сейчас я приостановлю видео на время оплаты. А потом, когда уже скачаю программу, я возобновлю видео и вместе с вами запустим эту утилиту. Я оплатила курс, получила товар в виде архивчика такого. Выглядит он вот так. Вот здесь шесть папок. В первой папке видео с общим описанием, что нужно делать. Я приветствую вас. И здесь нам сообщают, что, чтобы получить .exe файл данной утилиты, нам сначала необходимо установить сервер, потом открыть счета у различных брокеров, внести изменения в код, и только потом мы сможем воспользоваться данной утилитой. То есть сначала необходимо будет поставить на ноутбук или на стационарный компьютер этот сервер, потом на базе него уже будет файл .exe данной утилиты. Нам автор обещает, что в следующем видео все по шагам описано, как устанавливается сервер. Но что здесь есть за видео? Здесь уже есть видео установка Laravel на Open Server. Здесь нет видео, как устанавливается сам сервер, допустим, Open Server. Есть установка Laravel, это фреймворк, он нужен для веб-разработчиков. И здесь, смотря это видео, можно просто вывихнуть в мозги, потому что, если вы не являетесь веб-разработчиком, то вам совершенно не будет ничего понятно. Здесь нужно использовать всякие коды, командные строки, прописывать команды, устанавливать, очень сложные настройки. И для чего они нужны, совершенно непонятно. Потому что зачем нам нужен фреймворк, когда нам сказали, нужно установить сервер. Во втором видео вообще установка админок. Зачем нам нужны админки, если у нас нет сайтов, тоже совершенно непонятно. Какие-то два бесполезных видео, которые, такое впечатление, созданы для того, чтобы вести нас в заблуждение, запудрить нам мозги, чтобы мы вообще посмотрели на них и решили, дано его все в баню. Не буду я ничего устанавливать, потому что я в этом ничего не соображаю. Но на самом деле, даже если вы попытаетесь разобраться, ничего у вас не получится. Данное видео бесполезно и совершенно не по теме. Дальше здесь есть видео работа с делинговыми центрами, где автор рассказывает, как переходить на сайты различных делинговых центров, регистрироваться там и открывать счета. Потом нужно будет копировать логины и пароли данных счетов. И в следующем видео он рассказывает, куда эти логины и пароли нужно вставлять. Это опять-таки работа вот такая вот с кодом. Здесь нужно будет вводить эти логины и пароли. Причем нужно ввести около 100 логинов и паролей, чтобы программа нормально работала. Только зачем это делать, непонятно, потому что вы просто не сможете получить exe-файл с самой утилиты. Потому что в папочке macros.gtm exe-файла, как вы видите, нет. И найти его вы не сможете. То есть эта папка абсолютно бесполезная. В заключении автор рассказывает о том, что возвращать деньги тем, кто даже не попытался установить сервер, он не намеревается. Как его установить? Вы и сами поняли, что никак. То есть данный курс, как бы вроде он есть, но вроде его и нет. Вроде вам и дали какую-то информацию. Но учитывая, что вы ничего в этом не поймете, так как вы не являетесь веб-мастерами, то даже какие-то конкретные претензии выставить автору вы не сможете. Поэтому данный курс я совершенно не советую вам к просмотру. Здесь просто можно реально сломать себе мозги. Но в итоге ничего вы не получите, кроме потери своих собственных денег. На связи с вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok